Александр Христофорович Билкендорф, известный руководитель третьего отделения. И, в принципе, от этого дома, там идет большой участок, и он спускается к Славянке. И там при доме был большой сад с парком, таким тоже небольшим, вот тоже одна из таких интересных частей раннего Павловска. Так что тоже смотрим, что, в принципе, по этой Аркадии, если смотреть, то тоже дом может быть и по времени, 1785 год, может быть и распроектирован Чарльзом Камероном. Но вот эта ростовка, она есть и на Павловском дворце. И вот такое трехчастное отделение, вот с такими пропорциями у Камерона тоже встречается. Вот дом управляющего Павловска на Садовой улице. Тоже, в принципе, вот эти вот заглубленные, но без Аркады. Вот тут уже как бы вопросы возникают. Ясно, что дома похожи, и строились они одинаково. И, скорее всего, их делал проект тоже один, как бы, один архитектор. Но, возможно, это мастерская Камерона. Может быть, как бы сам Камерон. Ну, а строителям тоже напомним, и вот, благодаря которому тоже часть чертежей вот этих сохранились, был Григорий Петрович Пильников. Но он именно был тоже взят как архитектор-строитель непосредственно в Павловске, который за всеми работами наблюдал. Естественно, у него тоже должны были быть чертежи. Он копировал их, и вот сохранились часто только его чертежи. Ну, а может быть, вот как бы он по каким-то наброскам Камерона вот такое и сделал. Как бы проект. Но это еще не бренд. Вот теплая ванна. Там, где Штраус вот стоит, памятник Штрауса, вот недалеко совсем стояла. Тоже по вот этим вот деталям отделки вот схожие окна есть на, опять-таки, одном из фасадов Павловского дворца. Вот именно доходят до конца. Не срезано вот где, вот тут линия не проведена, а вот боковины доходят до низа почти, до цоколя. Ее производил тоже Антонио Форта. И вот по центру на втором этаже мы видим те же самые вот эти три, значит, сочетания, треугольный сандрик и два плоских. То есть уже есть у нас... А снизу аркада, да, она не заложена. Сейчас, извините. Алло. Думаю, как будто архитектор оставляет след вот свой на этих, как бы на тех сооружениях, которые достоверно ему принадлежат. Вот удается выявить вот это вот сочетание. Ну и как бы, в принципе, в совокупности с другими, как бы, тоже признаками, ну, конюшни вполне могут быть произведением Антонио Форте. Про него мы, к сожалению, знаем тоже очень мало. Очень мало. Но знаем, что он приехал из Швейцарии. Что он вроде бы итальянец, но из Швейцарии. А Швейцария это как раз стык, где несколько языков. Там она многоязычна. Там есть и немецкий, есть и французский. И вот вполне возможно, что он французским языком владел. И вполне возможно, что он даже выучился у французского архитектора. То есть это вот наиболее, как бы, вероятная кандидатура на архитектора конюшен. Ну, а теперь перейдем, вернемся снова к Венчанце Брэнни. Вот его, как бы, портрет. Ну, это помоложе. А это уже в Михайловском замке он изображен. В зале Рафаэля, в галерее Рафаэля, не помню точно, как она называется. Там тоже его художник Мертон Лейтер, придворный художник, сделал его портрет. Но Брэнна, он почему еще не может быть архитектором? Вот, на мой взгляд. Дело в том, что он, по большому счету, вот архитектором, вот, а конюшник действительно сложный в архитектурном плане проект, вот, на каменщика ориентированный. Вот эти винтовые лестницы, вот этот свод. То есть Брэнна такими вещами, ну, не особо, меньше пользовался. Это за него делали другие. Он, на самом деле, он интерьеры разрабатывал. То есть он был художник, он был, вот это, мог нарисовать вот эти силуэты красивые, как бы архитектуру, его архитектура была бумажная. Вот это один из таких архитекторов, чья архитектура была бумажная. И, в принципе, он всегда был по следам кого-то. Вот в данном случае он, в Павловском дворце, он отделывал помещение, которое построил Томирон. Но в Гатчине он работал по следам Ринальди. Там Михайловский замок, кроме Брэнна, там был большой коллектив. И, кроме того, Михайловский замок начинал разрабатывать сам Павел I. Вот с этим придворным художником Виальеда. Первые наброски Михайловского замка – это Павел I и Виальед. То есть вот в частном порядке они еще задолго до его строительства пытались сделать эти наброски. Ну и вот в Павловске Брэнна в 1789 году в письме к этому Станиславу Потоцкому называют то, что он сделал. Это он упоминает отделку Павловского дворца. И две постройки, среди многих он пишет, в Павловском парке. А в Павловском парке он называет театр и круглый зал. Концертный зал, точнее. Концертный зал. И вот на это мы и как бы и должны ориентироваться. Хотя любопытно, что в 1789 году этих постройок еще не было. То есть театр… Видимо, были сделаны проекты. И это запланировано было построить. Театр, потому что вроде бы построили в 1794 году, округлый зал или вот этот концертный зал, музыкальный салон, еще в более позднее время, уже когда Павел стал императором. То есть еще через несколько лет. Но, видимо, вот проекты уже он готовил впрок. И вот здесь мы видим то, что для Брэнна характерно. Ну, во-первых, тут вот этот тройной… Тройную вот эту арку, тройную арку. Причем вот она тут загнута, да, она не совсем прямо. Вот эти боковые, они под углом похожи. Вот у Янчева это уже немножко возвращение к барокко. Сочетание вот этой античности с барокко, то есть шаг назад. Вот эти вот барочные украшения на фасаде. Вот тут все места, где можно что-то пихнуть, Брэнна пихает. И еще обратим внимание вот на этот вот плоский прямоугольник. Вот он его вот сюда сажает, вот этот вот. И тут прямоугольник, и вот этот вот большой прямоугольник он сажает. И, в принципе, то же самое, да, вот в театр в разрезе. В театр в разрезе. Он, наверное, находился там, где сейчас памятник Марии Федоровны находится. Вот, в Павильон Росе. Просуществовал до середины 19 века. Потом в Павильон Росе, и вот перед театром. А вот они увенчаны как раз вот этими скульптурами. Тоже для Брэнны, ну, вот очень характерный прием. И вот тут львы. Вот Михайловский замок. Тоже фасады разрабатывал Брэнна. И видим тоже вот этот вот прямоугольник вот тут над треугольником. Тоже вот эти вот многочисленные украшения. То есть вот это можно считать как бы стилем Брэнна. То есть какими-то опознавательными вот тоже моментами. Вот чем его можно отличить от других. И вот когда мы видим домик наследия, домик князя Куракина. Князя Куракина. Он построен где-то в 1787 год. В 1787-1888. Ну, на рубеже вот Камерона и Брэнна. Что вот вполне возможно, что вот Куракина, тут уже украшения вот эти вот появляются, что это все-таки уже Брэнна. И вот нехарактерный. Более такой вот изощренный, немножко с барочными элементами. Это тоже находился домик на том треугольном участке у дворца. Но он был самый дальний, ближе к театральным воротам. И смотрел одной стороной на театральную, ой, на садовую улицу. А другой стороной он смотрел на улицу. Ну, вот сейчас она продолжение Солдатской улицы. Но тогда она имела названия разные. Под дубом, под дубками. Вот это домик Куракина. Это, скорее всего, Брэнна. Ну, вот еще типичный Брэнна. Трильяж. Трильяж. Трильяж тот, что вот в Павловске. Тут еще нет большой каменной лестницы. Вот это Мариентальский пруд. И тоже три вот этих вот арки. Купол над куполом, украшения. Тут тоже украшения. Вот это вот все. Но сначала он был трильяж вот такой вот сложный. С крышей. Постепенно он эти... Так как сооружение было деревянное, под открытым воздухом, он постепенно терял свои детали. Вот сначала убрали купол еще, по-моему, при барейке. Он ровни купола. Потом сохранялась только эта решетка. И вот остатки решетки разобрали уже после войны. После войны. И они вроде бы хранятся в подвалах Павловского дворца. То есть когда-нибудь, возможно, вот трильяж будет воссоздан. Ну, бренд на что еще он привнес в Павловск? Он привнес тоже Италию. Вот эти лестницы спускающиеся. Вот от трильяжа большая, как бы, каменная лестница. Каменная лестница от трильяжа. Ну, вот, идет. Украшенная она скульптурой тогда была, вазами, статуями и львами. И Часпири тоже льва уже есть. И в Павловском парке большая каменная лестница, где любой сверху и снизу тоже мельчанцы брайны. А что в трильяжах? В трильяжах. Это был такой павильон ажурный. Трильяж что там? Ажурная, как бы, деревянная постройка. По этому дереву могли везти какие-то растения. И, как любой из павильонов парк, он использовался, ну, в хорошую погоду здесь мог быть ужин церемониальный или обед. То есть там ставились столы внутри, накрывались. Там садились хозяева Павловска, придворные, гости их. Значит, они тут ужинали или обедали. Потом они могли либо спуститься вниз по лестнице, сесть в лодочки, подавались сюда, яхты, лодки, поплавать по пруду. Вот Мария Интаревскому вернуться. Ну, а если дело было вечером, и уже там темнело, темнеть начинало вот после ужина, то, значит, давался фейерверк. И вот фейерверк, для чего появились вот эти зеркала перед дворцом и перед водной зеркала, и вот тут. В том числе, чтобы в них красиво отражались фейерверки и иллюминации, которые здесь регулярно устраивались. Ну, вот, кстати, обратим внимание, что вот тогда тоже Павловск, он был достаточно... Ну, вот сад. Вот мы сейчас, нам кажется, парк, вот это просто насаждение. Вот они как-то растут, и ладно. А тогда было важно, чтобы... Вот ты гуляешь по дорогам, и тебе все время открывались какие-то архитектурные сооружения. То есть, вот, например, с берега Мариентальского пруда, вот с дальнего берега, там сейчас памятник основания Павловска, вот там была видна колоннада Аполлона. Сейчас не видно, естественно. Сейчас большая часть этих видовых точек, она утеряна, вот, к сожалению. То есть, никто за этим не следил. А вот при Марии Федоровне, ну, это уже более поздно, более забегая вперед, хотя вот тут чуть-чуть более раннее изображение, уже все это есть. За этим следил, например, Пьетро Гонзага. Он вот каждое лето срезал часть деревьев, часть веток, так, чтобы эти виды вот везде открывались, там, где нужно. То есть, это была ландшафтная архитектура, вот специальная, она и в этом заключалась. Слева, вот это церковь Марии Магдалины. Где? Она уже просто вот тут, наносит. Где? Из левого носка, слева. И вот тут вот сразу сейчас стоит, желченькое такое. Пола-натролица. Еще вилейнее будет. А, ну, все, больше нету. Больше нету на этом изображении. Оранжереи, тут оранжереи. Оранжереи, да, оранжереи, да. Оранжереи, да. Оранжереи, да. Оранжереи, да.